Всем привет! Это новости АФК Системы, с вами Ольга Макарова. Сегодня в выпуске. Успешный выход Озон на биржу. Сигежа запускает новый завод, а концепт-групп — партнерство с Академией Штиглица. Обо всем этом подробнее прямо сейчас. Самое успешное IPO российской компании с момента размещения Яндекс. Именно так в российских СМИ освещали выход на биржу маркетплейса Озон. 24 ноября торги начались сразу на трех площадках — Nasdaq, Московская и Санкт-Петербургская биржи. В первый час торгов на американской бирже Nasdaq бумаги российского онлайн-ритейлера Озон выросли на 42%, до 42,4 доллара за АДС. Листинг компании на московской бирже несколькими часами ранее тоже оказался успешным. Стоимость Озон была оценена в 6,2 миллиарда долларов. В ходе размещения было привлечено порядка миллиарда долларов. Доля АФК-системы в Озон после IPO и приобретения акций по закрытой подписке составит 33,1% с учетом реализации конвертируемых займов. Я рад возможности поздравить всех с началом торгов на московской бирже ценными бумагами одного из крупнейших и старейших онлайн-ритейлеров России — компания Озон. Это знаковое событие не только для нашей корпорации «Система», как акционеры, которые вместе с партнерами многое сделал для развития компании. Это знаковое событие для всей отрасли электронной коммерции России, которая благодаря IPO компании «Озон» получила признание всего международного сообщества инвесторов. Предстоящий запуск в эксплуатацию завода по производству CLT-панелей обсудили Владимир Евтушенков и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Кроме запуска обсуждали и перспективы дальнейшего развития предприятия и реализацию новых масштабных проектов в лесной отрасли в регионе. В планах Сигежи на 2021 год полностью перевести учет и контроль вывоза древесины во всех регионах присутствия на автоматизированную систему диспетчеризации Сигежи Лес. Это позволит достичь полной оцифровки цепочки перемещения лесопродукции и движения горюче-смазочных материалов. А тем временем Холдинг запустил первую в России линию нанесения клея на упаковку цифровым способом, что позволит повысить качество и экологичность готовой продукции. Концепт-групп и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штыглица открыли совместную кафедру промышленных технологий менеджмента в индустрии моды. Новый профиль в направлении подготовки бакалавров ориентирован на практическую подготовку студентов в области дизайна костюма в частности и текстильной промышленности в целом. Концепт-групп также планирует оказывать содействие в трудоустройстве выпускников нового профиля подготовки академии. Так как мы присутствуем в таком, наверное, самом интересном бизнесе фэшн-индустрии, здесь, наверное, влияние молодежи на будущее еще более значимо. Поэтому с кафедрой в Соте Штыглица родилась такая идея создать, наверное, новое направление, где молодежь сможет учиться не только теории, а также применять это на практике. И я надеюсь, что лучшие представители и выпускники данного института в конечном итоге присоединятся к семье компаний IFK-системы. Компания Vision Labs инвестиция системы VC открыла в Дубае офис для продвижения на рынке Объединенных Арабских Эмиратов своих разработок на основе компьютерного зрения и машинного обучения. Наличие партнеров и объем контрактов уже на уровне. Компания реализовала несколько проектов с банками ОЭ, сейчас в процессе проект с полицией Дубая. В основе биометрической платформы Луна собственные алгоритмы Vision Labs. В этом году компания третий раз подряд стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США. Следующие точки международной экспансии — офисы в Сингапуре и в США. Рассматривается вопрос о выходе в страны Латинской Америки и Японии. На этом у нас все, с вами была Ольга Макарова. Еще больше новостей на нашем сайте система.ру и в телеграм-канале Система Ньюс. Всем отличного настроения и хороших выходных!